Всем привет, меня зовут Сергей Чураков, и в скайпе мы сейчас общаемся с Игорем Чуешовым из Гомеля, значит делимся информацией, как же работать с нашими рекламодателями. Игорь, поделись, пожалуйста, информацией, вот что ты делал, вот на Пасху тебя осенило? Да, вопрос тут так. Самое главное, с чем мы сталкиваемся, это где искать клиента нашего. Все очень просто. Берем любой запрос. Я, допустим, брал запрос агроусадьбы, вот меня осенило, как раз это агроусадьба речная, это бизнес моих друзей, и я взял посмотреть, что же такое агроусадьба. Набираем. Агроусадьба. И выдает Яндекс нам на первой странице сразу сайты, но первая страница, как правило, уже сайты раскрученные, тут нам делать практически нечего. Начинаем с третьей страницы. Но, опять-таки, частотность, вот, кстати, вот на третьей странице речная здесь уже и видна еще до сих пор. Да, да, да. Да, то есть, по образу и подобию Яндекс усадьбы речной, то есть, для тех партнеров, кто не знает, ищем вот такие вот прямые домены. То есть, домен это, по-моему, первого уровня, да, Сергей? Нет, второго уровня, я считаю. Второго, да, Билань это первый, речная это второй. Второго уровня, но прямой домен именно сайта. И смотрим, где у нас кто есть. Вот, агроусадьба, допустим, Гагали, 10. Открываем ее. Вот, открывается агроусадьба, сайт агроусадьбы. Первое, что должен дистрибьютор наш определить. Сразу смотрим. Если нет, алекса тулбара не установлен, обязательно установить. И сразу смотрим рейтинг сайта. По, согласно алекса. То по алексе только смотришь, да? Да, да. То есть, алекса нам дает, да, чтобы все партнеры понимали, что по алекса, согласно рейтингу алекса, мы просто отслеживаем тот сайт, где он сейчас находится, в каком рейтинге. Или на уранг, или, как на данном моменте, 13 миллионов рейтингов мирового классификации. Игорь, а другие рейтинги не берешь? Просто много есть разных сайтов, где можно всякие... Да, сейчас объясню, секундочку. Ну, этот однозначно, этот на 13 миллионном месте, это однозначно наш клиент. Да, и не только. Здесь получается еще. Смотрим для начала, вот, еще первое. Так, заходим на первую страницу. И самое главное, что нам нужно определить. Заходим на первую страницу и открываем сайты, которые стоят вверху. Вот, первая страница, первая строчка, вернее. Это те сайты, которые за рекламу заплатили? Нет, это нет, нет. Контекстная реклама, вот она выше, обозначается реклама. Вот, агроусайба Белая Луга, ждет вас. И на пометке стоит реклама. Вот это сайт, который располагается в контекстной рекламе Яндекса. Ток 10 лучших идет уже после рекламы, вот. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, там, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И внизу будет опять реклама. Да, если, то есть, нам самое главное определить, с каким рейтингом сайты по выдаче Яндекса идут впереди. То есть, открываем этот сайт и смотрим. Один миллион шестьсот девяносто семь тысяч. Это, в данном виде, вот это портал, где портал для агроусадеб, то есть, люди зарабатывают деньги, создав такой портал. Обычный сайт, для тех, кто это первый раз сталкивается, точно такой же сайт, как любого из нас, но только он сделал, ну, как разница, скажем, обыкновенного сайта и интернет-магазина. Так и здесь. Сделан просто рекламный портал, вот, по областям, допустим, по Белоруссии, по агроусадебам. Здесь они, то есть, те, кто им, там, на платной основе, они их вперед выставляют, тех, кто меньше платит, того дальше задвигает, ну, и так далее идет. Ну, да. Да. Но самый процесс. Портал этот для нас, он не конкурент вообще. С рейтингом миллион шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят три, это не тот рейтинг, на который нужно обращать внимание. То есть, нам надо просто сделать для себя вывод один, что нам нужно раскрутить сайт ниже вот этой отметки, то есть, подвести его к миллиону. Если будет там восемьсот тысяч, это уже хорошо. Кстати говоря, для сопоставления вам, для тех, кто не сталкивался, то я возьму просто сайт клиента «Мясо оптом». Запрос, который заказал клиент. И вот, смотрите, «Мясо оптом», «Бивайн», сайт клиента, на данный момент у меня находится по выдаче на четвертом месте. Ниже там уже реклама, и вот первая страница, видите, IP-адрес Гомельский, на таргетинг из Гомеля, да? Вот. Открываем этот сайт и смотрим. Вот, у сайта у этого, сейчас на данный момент, в связи с нашими перетурбациями на ротаторе, упал до миллион двести сорока двух. Соответственно, он был там первый, второй, но пока четвертый. Это один нюанс. Второй нюанс объясняют для тех, кто будет начинать. Также при постановке на ротаторе каждый дистрибьютор должен знать, что мы должны работать с сайтом конкретно. То есть не то, что тупо поставить ему там 25 или там какой-то определенный уровень по кредитам в день. Должна проводиться дистрибьютором постоянная работа. То есть, экономить кредиты, а соответственно экономить бюджет клиента. Вот если мы открываем размещение нашего сайта, где он находится, на данный момент он находится в кабинете Ольги Зобниной, вот, и вот стоят сайты. Мясо оптом. На данный момент он у меня стоит на паузе. Вот работа дистрибьютора, видно по графику. То есть я дал тут, тут мне отсвечивает, правда, количество. Ну где-то 27, 26. Да, 27, 28. Дал 3 дня, поставил на паузу. День дал паузы. 11. 12 опять запустил. 13 немножко дал процент. Как вот сегодня, да. И где-то вот 5, там, ну 5, 4-5 просмотров прошло, остановил. Опять дал 30. Сегодня опять вот 15, опять остановил, поставил на паузу. Запущу завтра. Могу уже добавить, то есть дать 28, можно там дать 35. А это ставка у тебя 1 стоит? Да, ставка по сайтам, только единица. Контекстная реклама. Там можно ставить ставку до 5, то есть чем больше ставка, тем выше будет, то есть первое место будет размещение, или третье. Что пока еще, хотя контекстная реклама у нас тоже работает, но ей пока, так как наш поисковик АЦЕС еще не так популярен, как Яндекс и Гугл, то есть пока еще это преждевременно. Да, лучше вот этот ротатор использовать. Да, использовать просто рекламу, вот она тут на русский переключим, чтобы было это понятнее людям в записи. Вот, на русский язык. И вот, разместить рекламу. Если нам нужно разместить рекламу, выбираем AdSite, и идем уже далее, заголовки, прочее, прочее, прочее. Ну да, это уже в школе. Да, да, это уже, я думаю, если что-то, то объяснить можно будет уже более популярно. Вот, вот так вот выглядит расстановка. Вот мой сайт стоит www.innetglomel.com Здесь я еще для тех, кто не знал, вот у меня стоит дневной лимит 9, так он у меня стоял еще до до тех пор, пока они сделали минимальный 25 в день расход. То есть я его не меняю, мне это не нужно, у меня постоянно идет 9. То есть если я сейчас изменю или их постараюсь сделать меньше или больше, то уже потом я буду на отметке стоять 25. Да, минимум 25 сейчас. Да, минимум 25. То есть мне пока устраивает, даже, чтобы было более понятно, вот, сам для себя раскрутить сайт в Гомеле. Сам не видел, но вот, пожалуйста, для тех, кто, может быть, еще не очень верует в АЦЕС и возможности ротатора, вот, пожалуйста, мой сайт. Аннет Гомель, я вижу, третьим стоит. Это не третий, это первый. А, после рекламы, да. После рекламы. Да, вот это называется, вот эти три сайта верхних под рекламой, для тех партнеров, которые сталкиваются впервые, вот это есть спецразмещение Яндекса. То есть... За деньги. Да, за деньги. То есть, а деньги платятся здесь, сейчас даже покажу, как смотреть. Вот, допустим, набираем просто Директ, подразумеваем Яндекс Директ, контекстная реклама. Вот, размещение, выпадает вот такое окошечко, Яндекс Директ, размещение рекламы. Нажимаем на него и открываются вот, инструменты. Просто-напросто, можно подбор слов, но нам подбор слов, как таковой, не всегда нужен, а в основном нас интересует прогноз бюджета. Здесь мы подходим к тому, что как определить сумму или ставку за какой-то запрос, который нас интересует. Ну, возьмем так, для примера, допустим, ну, начали с агроусадеб, продолжим. агроусадьба, отдых в Белоруссии. И, обращаю внимание, вообще по-белорусски, или в белорусском, скажем так, от Белоруссии знают, ну, весь наш СССР, да, Белоруссия. Сейчас же наша республика называется Белоруссия. Поэтому здесь могут идти запросы отдых в Белоруссии. То есть, уже по-современу, как сейчас принято, да, страна, Белоруссия. Тематика Белоруссии, потому что игры находятся в Белоруссии и раскручивают сайты по Белоруссии. Сейчас, большая часть, конечно, такая ремарочка, да? Нет, Сереж, тут, извини, дело все в том, что, я тебе скажу, что, судя по моему сайту, уже вот на протяжении четырех лет, вот сайты Нэд Гомель это у меня второстепенные, а мой основной работа дома гомель.ком. То есть, если мы, проверено уже неоднократно, наши партнеры с Америки, где бы они ни были, в любой точке, в Барселоне, в Австралии, ну, японцев, японцев не знаю, а так вообще везде, где бы ни набирали, в Греции, мой сайт по запросу легальный бизнес и заработок везде выдается на первом месте. Сейчас я этот сайт раскручиваю по запросу раскрутка и продвижения сайтов. Пока еще позиции слабоватые, но легальный заработок, но это мы сейчас попозже немножко. Сейчас мы пока давай все же вот это показываем. То есть, я почему набираю? чтобы для партнеров было понятно, так как ролик мы этот делаем именно для партнеров. Не надо его передавать куда-то и то самое. Это только для партнеров, для мотивации, для понимания того, как нужно работать и искать клиента, с чего начинать, скажем прямо. С чего бы я начинал и моя команда. так вот просто еще наберем вот грузоперевозки мы там писали в чате, да? Ну, ты, Сергей, давай любую тему, какая тебе, допустим, на ум пришла. просто надо тематику сайта знать немножко. Нет, любой, вот у тебя запрос, вот какой вот, допустим, сейчас возникло. А, мы просто ищем какой-то сайт, по каким-то тематикам. Купить недвижимость в Москве. Да, пока тут еще подсказки идут по недвижимости, вот перевозка грузов, допустим, еще можно, да, но достаточно этого. Главное, чтобы партнеры поняли. Вот, здесь кнопочка есть посчитать. И смотрим, сразу же нам показано, вот ставим галочки, чтобы нам было понятнее. Помедли, не успевайте пока с экрана. Нет, нет, я сейчас с экрана останавливаю. Даже могу сделать более вот так вот. Вот, вижу. Да. И вот смотрим. Запрос. Агроусадьба. Сразу. Позиции. Спецразмещение. Это то, что мы показывали вверху над сайтами топ-1. Это спецразмещение. Угу. Да, я вот открою, чтобы было еще понятно. Тут нету? Так, где-то у нас был запрос. А, вот, агроусадьба. Вот это называется спецразмещение. Вот с этой стороны, если есть колонка сайтов, это то, что вот здесь показано в директе, первое место. Угу. И здесь стоит сразу цена. За спецразмещение 57 центов, за первое место 4 цента. Прогноз КТР, ценник совершенно другой. И за спецразмещение, что такое прогноз КТР? Честно говоря, еще сам не разобрался. Это, СТР, это сколько кликнет и реально придет. То есть, коэффициент конверсия называется. Ну, ясно. Но сколько денег сдерут, мы пока тут посчитать не можем. Да, вопрос еще, в чем тут, чем хорошо сразу делать именно бюджет просматривать, прогноз бюджета. Что мы смотрим предварительную расценку и сразу же вот здесь прогноз показов. То есть, здесь вот сразу показана частотность данного запроса. На данный момент 15 тысяч... Подожди, почему-то экран подвис. Так, на чем остановились? На спецразмещении, да? Да. Так, ну еще раз тогда быстренько, что здесь с чем хороша вот запросы подбор бюджета в Директе, что сразу мы видим цену за спецразмещение, цену за первое место и нам указана сразу частотность того или иного запроса. На данный момент агроусадьба у нас 12 тысяч 524, такой хороший среднечастотный запрос. Да. Грузоперевозки. Цена, правда, упала. Было дело, что до 45 подняли сейчас. Ну, 8 долларов 45 центов, я думаю, мечта многих наших партнеров продать хотя бы за половину этой суммы. Это 8,45 это что? Это один клик? Да, было. Вот именно грузоперевозки. Сейчас они вот 8,45. То есть, если человек получается по запросу грузоперевозки платит Яндексу, соглашается на эту цену, то получается за первое место он будет за один клик за каждый клик за размещенную рекламу кто-то кликнет с него 8 долларов уйдет. Да. Вот. И еще раз конкретно так вот пошло. То есть, получается, вот сейчас первое место 8,45 спецразмещение 3,37 Значит, спецразмещение у нас это вот здесь. Если вот я сейчас зайду на этот сайт, открою, с него уйдет какая-то сумма денег. Да, но опять-таки, чтобы партнеры понимали, что во всех поисковиках стоят, то есть, нельзя, скажем, таким макаром опустить сайт кликая на него. Тут надо, то есть, человек пришел, то есть, поисковые роботы тоже понимают, что вот я зашел, контакты и маршрут побыл какое-то время, посмотрел. То есть, там тоже еще дается определенное время, чтобы человек шел и, то есть, когда поисковый робот отмечает конкретно, что да, это пришел именно потенциальный клиент или, как еще говорят, уникальный посетитель. Ну, чтобы понять, что это не робот скликиает. То есть, да, точно так же, как у нас на ротаторе. Вот, деревенские дома перешел, посмотрел, почитал, все, ну, и закрыл этот сайт. Вот, насколько мне объясняли владельцы сайтов, что за входы вот уже 3 доллара с сайта снимется, потому что они берут тоже предоплату, определенную сумму и потом за входы снимают деньги. Ценники эти бывают сразу мизерные, а потом могут, ну, влупить, вот как вот тут сумма стоит, продака в тысячу или в 13 815, не знаю, что это в доллар или в рублях. это ОЕ, ОЕ тут в чем идет? Да, ну, вот тут гривен стоит. Одна ОЕ это 12 гривен получается. Да. 12 тысяч гривен. Да, перевести там в доллары тут, ну, раньше тут цена стояла в долларах, ну, пускай даже так, как бы там ни было, но, по-моему, средняя вот эта цена клика за первое место стоит, а стоит в долларах. Тут хоть стоят 1 ОЕ 12 гривен, но они тут умножают еще вот на частотность слова, ну, и прогнозируемо, что если к тебе зайдет такое количество, ты заплачешь такую сумму. Но здесь я не вникал очень так глубоко, скажем так, как Яндекс снимает деньги, на чем он зарабатывает. Меня больше интересует то, что буду зарабатывать я. Вот. Ну и вот точно так же. Смотрим, допустим, купить недвижимость. 129 это высокочастотный запрос, 129 тысяч запросов на месяц, цена доллар 38, за первое место спецвозмещение доллар 19. То есть вот здесь реально просто хочу, чтобы партнеры поняли. Вы здесь видите, что согласно вот этим всем расценкам по вот отдых в Белоруссии 88, то есть цена реальная нашего кредита реально можно продавать до 50 центов за кредит, ну просто надо просто над этим поработать. Ну да. Вот и все. И правильно подойти к клиенту, показать прежде всего, как это все выглядит. То есть вот это и первоначальный этап. выбираете сайт с доменом первого уровня. Второго уровня. Второго, да. Это второй уровень, я все время. Ну я откидываю эти пивай, прочее, я беру, что это первый. Не субдомен. Нормально. Правильно. Да, да. Кстати говоря, сайты на субдоменах или с бесплатными хостингами на наш ротатор не принимаются, чтобы все это понимали изначально. То есть невозможно. Сайт сразу будет отклонен, если у него и даже был момент такой, что сайты как бы пропускал ротатор на продвижение, но продвижение как такового сайту дать очень трудно. Практически невозможно. Потому что на субдомене значит продвигается сайт основного домена. Это чтобы все понимали. И далее уже как я и говорил посмотрели Яндекс.Директ, позакрывали его и ищем заходим на третью страницу и ищем домен прямой второго уровня. Ну вот агроусадьба Мазычи. То есть мы определили прежде всего, что агроусадьба в Беларуси портал он у нас в миллион шестьсот девяносто семь тысяч. Вот. И смотрим дальше. Агроусадьба Мазычи. Вот он потенциальный клиент. Восемь миллионов. Восемь миллионов. и он находится уже на третьей странице. Что делаем дальше? Заходим на контакты. Кстати, этому человеку я писал, с ним общался. Вот. Или если вы находитесь в регионе по России, позвонить вам нетрудно, допустим, ну, по бюджету, скажем так. Мне с Гелоруси и в Россию звонить дороговато. Я делаю просто. Захожу на контакты и ищу или скайп указанный или электронную почту. Или вот даже в обратную связь просто пишу Здравствуйте, являюсь дистрибьютором компании Ацент Маркетинг, окажу реальную помощь в продвижении вашего сайта по ключевым словам запроса. Если вас эта тема интересует. И на этом все, можно не распространяться. Или же вот если это белорусские телефоны как-то данный момент, я выбираю вот телефон Волком, звоню человеку, также говорю, что вот наткнулся на ваш сайт и предлагаю вам, если вам это интересно, раскрутку вашего сайта. Если вам человек сказал нет, не надо, значит до свидания и удачи в бизнесе. Если человек заинтересовался, можете с ним поговорить. Вот. И вот так я выбирал сайты просто-напросто и шел дальше. Четвертая страница точно так же выбираешь, а там усадьба, допустим, Селяхи. вот. То же самое открываем, заходим на контакты, смотрим. Конечно, хорошо, если есть не только обратная связь, но и есть еще скайп указанный. Если есть адрес скайпа, копируем, запрос делаем, то же самое предложение и предлагаем. Особенно вот, вот сайт NoRank. С NoRank сайт не раскрученный. Вообще нулево. Да, выдача у него уже есть, пускай там четвертая страница, но есть. И так можно пройти, допустим, выбрать пяток сайтов, те, которые вам понравились. По критерию уже отбора любой. Вот. Взяли любую тему и вот таким методом начинаем давать предложения. Вот на Пасху 14-го года, перед Пасхой вернее, пасхарными праздниками, я вот меня осенило и я сделал просто очень просто. Делаю предложение и связываюсь с владельцами сайтов и говорю вот ваш сайт попал, я так являюсь дистрибьютором компании Ацесс Маркетинг, ваш вот сайт попал в наше поле зрения, так как у вас, ну вот допустим, как вот это селяхи агроусадьба, тоже симпатичненький сайт, портфолио хорошее, но у вас новую рамку, выдачу, я вас нашел на пятой странице. Вот. В целях нашей рамки акции, допустим, тогда это сейчас мы можем ее назвать, допустим, в преддверии 8 марта мы с партнерами делаем такой подарок владельцам сайтов, которые, ну, может быть, ищут раскрутку, может быть, где-то понимают, может, где-то нет, но мы делаем в течение двух недель, если вы нам позволите, поможем вам поднять в течение двух недель, мы дадим вам трафик и посмотрите на продвижение вашего сайта. Для этого в разговоре с людьми самое главное для тех, кто с оптимизацией не совсем связан. Первое, что такое тайтл? Это вот этот заголовок на закладке. В оптимизации и в продвижении, как правило, здесь, если запрос хотят отдых в Белоруссии, то по запросу по заголовку агроусадьба Селяхи просто продвижения не будет. Здесь должен быть прописан именно тот тайтл или заголовок, который указан в тех ключевых словах запроса, в которые заточен сайт. Точно так же вот я даже... А ты ключевые слова смотришь? Ну, сейчас, я вот просто... Тут нет, я смотрю просто заголовки. Ключевое слово у нас здесь агроусадь. вот. Поэтому... Ну да, есть просто еще в самом сайте там Keywords. Да, Keywords. То есть, вы можете посмотреть, они открытые. Ну да, но я, как правило, так глубоко сразу не лезу. Я смотрю просто по внешней оптимизации. То есть, для партнеров, которые начнут только, я вот сейчас покажу вам. Вот я набираю легальный заработок. Обращаю внимание, вот мой сайт, контекстная реклама и мой сайт. Первая строчка выдается по запросу легальный заработок, продвижение, раскрутка сайта, легальный бизнес и заработок. Это моя главная страница. А на второй строчке мой же сайт, только страница контакты. Это говорит о том, что каждую страницу на сайте надо оптимизировать. Да, ну можно и нужно оптимизировать под нужный ключевой запрос. То есть, вот на данный момент я пошел в свой сайт уже легальный заработок. Мне был просто, я его сделал под легальный бизнес и заработок изначально. Но сама цель была сайта показать партнерам именно по iNetGlobal, по структуре, что такое внешняя оптимизация. Вот для всех партнеров, кто с этим сталкивается, заходите и смотрите. Первое. Тайтл. Если я раскручиваю главную страницу на продвижение сайта, то у меня тайтл должен быть прописан. Продвижение сайта, раскрутка сайта. цена за продвижение. И чтобы партнеры понимали, дефис, который ставится в конце, он отсекает. То есть в основном будет видно продвижение сайта, раскрутка. Через дефис отсечка, он тоже отсечен будет, но цена за продвижение. То есть это второстепенный запрос. Там можно, я сталкивался, не дефис ставить, а вертикальную черту. И это считается как уже дополнительное. Да, слэш. Ну, дефис, слэш, они работают то же самое. Вот. То есть у меня и для партнеров тоже, чтобы вы подсказывали клиентам, только не показывать, допустим, мой сайт, а вы указываете клиентам вот на данную оптимизацию. То есть у меня продвижение сайта, раскрутка, то же самое у меня идет заголовок, продвижение сайта, раскрутка сайта, точно так же по тексту, то есть сематическое ядро сайта, чтобы было понятно, сематика это основная тема. И здесь идет раскрутка сайта, устойчивый трафик на сайт, продвижение сайта, внешняя и внутренняя оптимизация по ключевым словам запросов. То есть логика должна быть в ваших выделенных заголовках и с основным текстом, с основной темой. Идем дальше, то есть раскрутка сайта, повторение должно быть два-три повторения с выделениями, то есть раскрутка сайта раз, раскрутка сайта два, раскрутка сайта три, продвижение сайта, продвижение сайта. Три раза. Да, два-три Но, должно быть, вот этот текст, он должен быть не наляпистым, абракадаброй и ни о чем, а здесь, чтобы было понятно. То есть, читаем абзац «Раскрутка сайтов в поисковой выдаче эффективна на платформе компании АЦС-Маркетинг. Ваш сайт, уверенно, займет первые строчки по выдаче в поисковых системах за короткий период времени». То есть, чтобы был текст со смыслом, с этими же речевыми словами. Смысл должен присутствовать. Идет дальше. Раскрутка сайта будет эффективной, так как трафик, посещаемость будет реальной. Мы знаем, как привлечь ваш сайт на ваш сайт уникальных посетителей и потенциальных клиентов. Ваш сайт за короткий срок выйдет в топ-10 лучших на первую страницу по ключевым словам запроса. Опять-таки, блок текстовый, он со смыслом и нет тупого повторения раскрутка сайта, раскрутка сайта, раскрутка сайта. Продвижение сайта, помощь по оптимизации сайта нашими специалистами – низкие цен. читабельность вот этого текста, я периодически на данном этапе захожу, проходит время, я читаю, меня что начинает коробить или что-то не устраивать, я все это переделываю. Потому что где-то кто-то с кем-то, где-то с кем-то поговорил, где-то человек увидел, что-то подсказал новое, зашел, поменял, вот. Дальше. Ну, примочки для интереса, допустим, котиков таких. Ну, вот у меня тут партнер наш, Леонид, с чата нашего, вот я его баннер поставил по недвижимости. Это вот мой основной клиент Бобровая хата уже с июня, да, с мая месяца или с июня месяца они вот постоянно на ротатере и сейчас работаем с этим сайтом. Вот. А, то есть ты взял, как бы с ними договорился и баннер на своем сайте ссылкой на них сделал и за это брал деньги, да, получается? Ну да. Нет, я вот как раз таки здесь, потому что, чтобы партнеры понимали, вот эти вот, самая основная на странице главной, да и на любой странице сайта, основная, самое главное место, это вот это вот место. Даже я вот, да, вот эта вот часть. Основная часть, вот это, 5-10 сантиметров сверху, сюда нельзя ставить никаких роликов, здесь должны быть, вот как у меня сделано уже с опытом. И заголовок, основные ключевые слова. ролики, фотографии, все остальное, котики, собачки, мышки, все ставится внизу, ниже. И, если вам будут предлагать разместить на вашем сайте рекламу, на ротаторе видели все, что раз и выскакивают там всякие сверху, залепливает сайт, реклама ненужная. Это бездумное размещение сайта на сайте рекламы, которые не платят, а, ну вот у меня, допустим, один баннер я оставил по SEO для, скажем так, просто для примера для партнеров, куда все размещать. То есть счетчик, правая сторона, это она, тут, как правило, форма входа и прочее, прочее, прочее. Самое главное место – это вот это. Сюда ничего не надо вставлять, никаких картинок, никаких. Здесь должны быть именно заголовки по ключевым словам запроса по основной теме сайта. Потому что уже проверено, что выдача поисковая очень сильно тормозится именно вот из-за неправильного. Первое прописание тайтлов и второе вот по этим вот заголовкам. Кстати говоря, еще одна очень большая. То есть и, ну, дальше пробегусь, чтобы уже было видно. Вот у меня страница «Цена за услуги», «Цены за продвижение и раскрутку сайта», «Цена за продвижение и раскрутку». И то же самое тайтл. Как видите, «Цена за раскрутку сайта» – сколько стоит продвижение. То есть два ключевых запроса прописаны в тайтле. По-другому сайт будет просто тормозиться. Но уже, и как работает еще, вот по запросу «Легальный заработок», вот у меня моя страница «Контакты». Тоже вот заходим на «Контакты», она у меня была, вот «Легальный бизнес и заработок», основной заголовок, он идет как ключевое слово запроса, «Продвижение сайта», но я вот «Раскрутил сайт в Гомеле», «Продвижение сайта в Гомеле». Именно с указанием понизил частотность запроса, потому что «Продвижение сайта в Гомеле» конкретно – это будет низкочастотный запрос, но в любом случае страница «Контакта», если человек продвижение сайта в Гомеле наберет, выведет его на мой основной сайт. Все равно он попадет сюда. Вот это есть и цель. И точно так же каждая страница, допустим, «Онас», «Продвижение сайта», «Тайтл», «Продвижение сайта». Вот. Здесь вот это такое. Котяра есть? Ну, понятно. Игорь, то есть, получается, первое, что мы делаем с клиентом, мы предлагаем услуги сделать анализ их сайта на внешнюю и внутреннюю оптимизацию. И только после этого имеет смысл ставить их сайт на ротатор. Нет. Здесь не столь важно. Первое, то есть, чтобы, скажем так, наша главная цель – зацепить клиента. Найти не то, чтобы зацепить, а именно заинтересовать клиента, который уже, в принципе… Сейчас, подожди, Сережа, вырежу. Наша цель первая, очередная. Это… Наша цель первая, очередная. Найти заинтересованного клиента. Первое. Первый пункт. Второе. Показать клиенту то, что вы не с неба упали, а понимаете суть вопроса. Чтобы клиент это понял, до этого вы смотрите прописание тайтлов и рейтинг. Ну, возьмем, сейчас я попробую найти… попробую найти такие самые… самые… ошибки… ошибки… так вот, попробуем здесь сейчас. Ну, цены агроусадьбы… это еще не так страшно. А вот, самая распространенная ошибка. Агроусадьба, контакты, усадьба Щедрый Заяц. Уже ошибка, да. Да. Контакты. Первое. Каждый партнер сразу должен спросить. Скажите, вы вот создавали сайт «Контакты». Сколько людей запрашивает? Нисколько. Это является ключевым словом запроса по вашей теме. Нет, конечно. Почему у вас «Контакты» стоят на первом месте? Мало того, вы ищете расшекли дефисом «Усадьба». Слово «Усадьба», да. Ну, Щедрый Заяц, допустим, не будет знать люди, а «Усадьба» будут люди набирать. Но у вас стоят «Контакты». Также может стоять «Главное», также может стоять «СМИ о нас». И вот, опять-таки, ярчайший пример первоклассника. «СМИ о нас». Ну, сколько людей будут набирать этот вопрос? Да никто. Кому интересно, что о вас говорят в СМИ? А вот «Усадьба» – высокочастотное слово запроса. Вы отсекли. Вот это должен каждый партнер просто-напросто для себя изучить. Для этого, в принципе, ролик «Мой этот и делает», чтобы вы сразу понимали вот эти слова. то есть, как обращаться с клиентом и как с ним говорить. Точно так же вот, допустим, вот главная страница. Возьмем вот эту «Усадьбу», да. Вот то, о чём я говорил. Вот, главная страница. Я что, неправильно… Да. Вот. Опять-таки. Прямейшая, ну, ошибка первоклассника. Фотографии. Зачем сюда фотографии «Усадьбы»? Да. Карта. Тайтл «Агротуризм». Ну, ладно. Главное, тайтл прописан «Агротуризм». А здесь фотографии. На странице «Фотографии усадьбы». Да даже ещё, по-моему… И фотографии. Как бы это не моя фотография тут. Это она или я… Это вообще карта. Ну, карта. Ну, я так вижу вроде… Как бы хоть бы фотографии, сама как она будет. Знакомый силуэт там что-то. Ну, ладно. Сам процесс того, что… Вот опять-таки. Прямейшая ошибка, встречающаяся везде. Агротуризм, фотографии и усадьбы. Ни в лес, ни по дровах. На это надо указать. И сказать, что у вас главная страница «Усадьбы». Главная должна быть. Прописан текст. Прописаны заголовки. Прописаны то-то, 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 что мы уже выше останавливались. То же самое вот цены. Ну, цены агроусадьбы. Ну, не знаю, насколько этот вопрос задаётся вообще. А там вон ещё они что-то прописали. От… Многоточие. Ага. Отдых в Беларуси. Вот надо было отдых в Беларуси, наоборот. Да. Отдых в Беларуси. Отдых в усадьбе. Да. Цены агроусадьбы. Тогда это выглядело бы уже более логично, скажем проще. Вот это то, что касаемо по работе. И вот уже в этом аспекте, когда вы уже просмотрели сайт, зашли, допустим, на контакты к человеку, смотрите или телефон, или вот тут есть адрес электронной почты, также вот есть телефон там Мария Алексея Валерий, звоните, предлагаете. И если вам уже задают вопросы, допустим, по раскрутке, по ценам, по этому, вы просто говорите, что для начала, да, с вашим сайтом можно поработать и вывести его в топ. Ну, никогда не утверждайте, что вы будете выводить его в первую строчку. Вы говорите, в топ-10 смело гарантируйте, что ваш сайт выйдет. Можно. Вот. Но не говорите, что именно первое. Достаточно показала практика каждому нашему клиенту. Все понимают, что сайт должен быть на первой странице. Это основная цель, чтобы не было потом к вам претензий, к дистрибьюторам, именно конкретно, что вы там обещали одно, сделали другое. Второй вопрос. Обязательно по Яндекс.Директу смотрите высокочастотные и низкочастотные слова запроса. Очень такой острые углы, потому что по низкочастотным словам запроса сайт выходит очень быстро в первые топовые страницы. Показываю. Мой клиент. Файл я бросал по цветам в Минске. Набираем. Свежие цветы. Это более высокочастотный запрос. Смотрим. Я сам из Гомеля. Дальше. Вот. Сайт клиента. Флористика. Вивай. Опт. Вивай. Сайт клиента. Первый. Это высокочастотный. 6 миллионов. Да. Высокочастотный. Да. Ну это средний частотник такой повыше. Да. Но. Набираем из Гомеля свежие цветы в Минске. Сайт первый. Свежие цветы с указанием таргетинга. Минск. Это уже низкочастотное слово запроса. Может быть там 200. Может быть 800. Может быть там. Но. Это уже с целью указания. Кстати говоря. С Леонидом. По моему. Баннер который. По моему Леонид. Да. Если я не ошибся. По недвижимости. Он из Барселоны сам. Наш партнер в чате. Ну да. Он из Барселоны набрал вот этот запрос. Свежие цветы в Минске. И выше сайта клиента. Оказалось только вот так реклама. Как и у меня. Отлично вообще. Да. Это может каждый партнер проверить. Буквально. У себя. Там где вы находитесь. В своем регионе. Сделать то же самое. Вот это и есть работа ротатора. Но. Чтобы не ошибиться. Запрос цветы. Запрос цветы. Это уже высокочастотный. Там наверное около миллиона запросов. Вот. Вот по этому запросу. Чтобы раскрутить сайт. Это дольше. Это и дольше. И трафика нужно немерено. Вам за это не заплатят. Но. Хотя. Хотя. Или. Вот. Купить цветы. Допустим. Тоже высокочастотный. И пока вот. Сайта этого. На первой во всяком случае. И второй пока не видно. То есть. Игорь. Получается. Мы находим потенциальные сайты. Где-то начиная с третьей, пятой страницы. Немножко так анализируем бегленько. И. Вконтакты. Этим людям пишем. Да. Можно тут еще. Рекламное предложение. Конечно. Да. Можно. Можно повториться даже. Вот. На данный момент. Купить цветы. Без указания таргетинга. Вот. Тоже. Смотрим. Допустим. На первой странице. Кто у нас тут есть. Рекламу пропускаем. Даже. Кстати говоря. Очень. Частенько натыкался. Что находил. Именно в контекстной рекламе. Вот. Допустим. Широкий ассортимент цветов. Интернет-магазин. Смотрим его сразу рейтинг. Три миллиона. Тоже клиент. Это тоже может быть потенциальный клиент. Потому что пока он. Стоит в контекстной рекламе. Он виден. Но рейтинг. Три миллиона. Для каждого дистрибьютора. Должно показать. Значит. Что то у него тут. Не так. Хотя. У него. Стоит тайт. Интернет-магазин. Садовая коллекция. Купить саженцы. Семена. Луковицы. Цветовые. Растения. Земляника. Садовая. В ассортименте. Насколько. Связанных цветам. Первая ошибка. По. Вот этому запросу. Интернет-магазин. Должно быть. Интернет-магазин цветов. И опять таки. Ассортимент. Там же должно быть. То есть. Тут вставлено портфолио. Которое здесь не нужно. А здесь должны были быть. Заголовки какие-то. По теме. Хотя они вот допустим. Также можно еще смотреть. Штамбовые розы. Заголовки. Тоже вот это есть. Заголовки. Ассортимент. Там все в куче может быть. Да. То есть. Здесь постранично надо тоже просмотреть. Купить луковичные. Клубни луковичные. Что это такое. Но можно вот по этим заголовкам тоже. Допустим. Я обычно делаю проще. Копирую вот этот заголовок. И вставляю. Проверить. Ну вот этот сайт. Высвечивается. Ну уже на первом месте. Ну это низкочастотное слово. Конечно с 3 миллионами. Он будет на первых позициях. Ну тут уже тоже. Будет зависеть от понимания самого владельца сайта. Или его администратора. Раз они платят. То есть. Ситуация здесь может быть такая. Они за контекстную рекламу. Допустим. Платят. Располагаясь. Вот. В контекстной рекламе Яндекса. За спецразмещение. Они в месяц платят. Допустим. Так. Если в белорусских рублях. Или там. Ну. У нас. Цена доллара. Скажем. Так. 15 тысяч белорусских рублей. Ну. За тысячу. Кредитов. Я допустим. Два с половиной миллиона. Да. Чтобы было более понятно. Людям. Лучше в российских рублях. Допустим. Они. Яндексу платят. Там. 15 рублей. За. Посетителя. В контекстной рекламе. За спецразмещение. Вот. Тут. Вы должны. Объяснить. Что. Допустим. Человек. Заплатил. За контекстную рекламу. Ну. Скажем. 10-15 тысяч. Белоруссийскими рублями. В месяц. Если. Эта сумма. Будет больше. Ну. Тут. Вообще. Будет больше. То есть. Вам. Интереснее. Здесь. Можно. Зацепиться. За. Клиента. Так. Предложить. Ему. Просто. Ну. Прежде. Понимать. Партнер. Должен. Что. Нужно. На. Месяц. Минимум. Пятьсот. Максимум. Тысяча кредитов. Для клиента. То есть. Можете рассчитать. Пятьсот кредитов. Там. То есть. Там. Получается. Смотри. Мы считали. Получается. Смотри. Минимум. Сейчас. Можно поставить. Меньше. Меньше никак. То есть. Можно. Сереж. Подожди. Для всех. Чтоб понимали. Можем поставить меньше. Но это надо работать. То есть. Остановками. Которыми вы показывали. Это остановки. Но. Если вообще не останавливать. Получается. Минимум. То есть. Нижняя планка. Это. 25 штук. В месяц. Да. Но. Вот. Этими. Остановками. Трафика. Во-первых. Очень хорошо. Как я вот уже показывал. Выше. На. Графике. Что. Особенно. В первоначальном этапе. И с теми сайтами. Которые. В no rank. Угу. Дали 25. Ну. Пока там на рассмотрении. Стоит сайт. Вот. И. По всем моим. Вот. Файлом. Где. Которые. Я раскручивал. Сайты. Изначально. И. Мы. Когда. Не было. Ограничения. По минимуму. И. Максимуму. Мы. Ставили. Два. Три. Кредита. Расход. Вот. Поднимали. Потом. 5. 7. 15. 25. 35. Потом. Сбрасывали. До 10. И. Опять. Вот. Такими. Колебательными. Движениями. Шли дальше. Наращивая. Потому. Что. Сайт. Как губка. Он. Чем больше. Он. Накапливает. На себя. Трафика. Тем выше. Поднимается. Но. Нельзя. Но. Если. Сайт. Чтобы. Не. Подвести. Сайт. Где-то. Там. По неопытности. Под фильтр. Нельзя. Давать. 100. Не дай бог. Там. Даже 50. И то опасно. Надо. Именно. Подходить. Постепенно. Размеренно. То есть. Чтобы. Каждый. Партнер. Понимал. Что. Как только. Вы. Поставили. На ротатор. Сайт. Клиента. Вы. В ответе. Уже. И. За. Нашу. Репутацию. Всех. На самом месте. Взяток. Поэтому. Лучше. Обратиться. Или. К партнерам. Вот. И. Заур. У нас. В плане того. Он. Всегда. Каждому. Человеку. Поможет. Или ко мне. Или. К Сергею. Или. В чат. Вот. С вопросом. Если. Никого. Там. Нет. по какой-то причине. Но. Не делать. Не стесняться. Спрашивать. И. Не делать. Того. В чем. Вы. Не уверены. Вот. Это самое главное. Чтобы. Принцип. Не навреди. Он. Был. В приоритете. Не гонитесь. За деньгами. Деньги будут. Создадим. Конкуренцию. Когда. По всем. Вот. Этим. Ключевым. Словам. Запроса. По любым. И. Будут. Сайты. Которые. Подняли. Наши. Партнеры. И. Когда. Цель. Наша. Цель. Создать. Конкуренцию. По всем. Темам. Интернет. Магазины. Все. Что. Продается. По всем. Продающим. Темам. Чтобы. Сайты. Которые. Брались. За раскрутку. Наши. Партнеры. Были. В топе. И. Вот. Когда. Будут. Гоняться. Когда. Пойдет. Молва. Об. А. А. Возможно. Сехать. Да. И. Вы. Будете. Уже. Наши. Пихать. Ногами. А. Как. Кто-то. Говорил. На. Собой. Людей. Показал. Пригласил. Мы. Сидели. Ночами. Вечерами. И. Каждый. Знает. Что-то. И. Принципы. Учи. Сам. Учи. Других. И. Учись. У них. У меня. При первом. Создании. Сайта. Выскочил. Сам. Собой. В аспекте. Командной. Работает. И. Мы. Вот. Заур. Допустим. Технически. Подкованный. Человек. У него. Техническое. Образование. Он с этой стороны. То есть. Каждый наш партнер. Может что-то дать. Какую-то свою лепту. В твою копилку знаний. Каждого из нас. Потому что. Когда. Мы по одному. Мы никто. Но когда мы. Мы знаем там. Чуть-чуть чего-то. Но когда у нас собирается. Пять человек. Десять человек. Сто человек. Мы начинаем тогда быть. В пять. В десять. Сто раз. Уже. Образование. И. По знаниям. Уже. По багажу знаний. Мы уже. Просто. Начинаем становиться монстрами. Потому что. За нами идет команда. За нами идут партнеры. Да. Все правильно. И тебе не дадут упасть. Тебе всегда поддержат. Тебе всегда подскажут. И исправят какие-то там. Огрехи или ошибки. Тебе. То есть. Боятся. То. Что вы. Не можете. Где-то. Разговаривать. Там. Нормально. Как вам. Кажется. Так вы. Знаете. Что. Мы все. С этого. Начинаем. И если просмотреть. Даже. Допустим. Ролик. Вот я. Так. Даже. Этот. Ролик. Записан. И если я просмотрел. Буду. Найду. Кучу. У себя. Такого. Чего. Мне будет. Может быть. Даже. Немножко. И стыдновато. Как бы. Так. Как бы. Как бы. Так. Нам. К этому. Прийти. А. Без этого. Ну. Не будет. Просто. Бизнес. Как. В той. Поговорке. Китайской. Путь. Тысячу. Шагов. Начинается. С первого. Шага. Да. С первого. Шага. И. Я. Помню. Тоже. Когда. По. Крутишь. Сайт. Особенно. Поведенческий фактор. Что. Поведенческий фактор. Поведенческий фактор. Я. Его. Просто. Взял. И. Сбросил. Википедию. Про. Поведенческий фактор. Поведенческий фактор. Поведенческий фактор. Это. Автонагон. Трафика. Но. Очень. Заумно. Закамуфлирован. То есть. Поведенческий фактор. Это. Как. Ведет. Себя. Трафик. Идущий. На. Сайт. Трафик. То есть. Или это. Кликоболы. Автонагон. Или это. Идут. Потенциальные. Посетители. Да. Если. Вот. Это. Объяснить. Так. Человеческими словами. Чтобы. Вы не тушевались. Потому. Администраторы. Администраторы. Сайтов. Самое. Главное. То. Что. Наш. Аксессовцев. Именно. Платформу. Раскрутки. Ацесс. Они. Просто. Не. Понимают. Аналога. Нету. Не с чем. Нас. Сволнить. Как. Сказал. На. Одной. Из. Конференции. Володя. Володя. Все. Пользуетесь. Мобильным. Телефоном. Но. Сколько. Пользователи. Мобильных. Телефонов. Могут. Объяснить. Принцип. Действия. Сим-карты. Вот. И. Все. Вас. Пытаются. Ставить. В тупик. Вы. Вот. Таким. Ответом. Возьмите себе. На. Вооружение. И. Скажите. Объясни мне. Как. Работает. Сим-карта. В телефоне. А. С другой стороны. Можно. Очень. Просто. Ответить. Если я. Тебе. Объясню. Как. Работает. Просто. Ответ. Только. Единственное. С каждым клиентом. Когда. Прежде чем. Звонить. Или. Прежде чем. Для себя. Как. Это. Дело. Все. В голове. Мысленно. Постарайтесь. Прокатать. Подготовить. С каждым. Разом. Где-то. Будет. Сбой. Один. Второй. Но. Потом. С каждым. Звонком. С каждым. Общением. У вас. Будет. Отработано. И. Что-то. Днем. Я. Всегда. С утра. На. Компьютере. На. Ротаторе. Вот. Часа. Два. Время. Я. Постоянно. В сети. Пожалуйста. Переводите. На. Допустим. Клиента. Если. Я. В сети. Вот. Сергей. Там. Сразу. В скайп. Что. И. Все. И. Соберемся. Компанией. Игорь. Скажи. Еще. Такой. Момент. Допустим. Вот. Клиент. Согласился. Да. Я. Хочу. Там. Продвигать. Вот. Тебе. Мой. Сайт. Как. Ты. С ним. Договариваешься. Оба. Платим. Потому. Что. Я. Когда-то. Сталкивался. Ю. Юр. Лицо. Там. ООО. Значит. Они. Сначала. Платили. Первые два месяца. Наличкой. Вот. А. Потом. Говорят. Ну. Дорогой. Понимаешь. Надо. По безналичному. Расчет. Ты. Открывал какой-то счет. Либо там. Как-то. По-другому. Не сталкивался. И. Работаем. Сейчас. У нас. То есть. У моего партнера. Димы. Маскалин. Открыто. Индивидуальное. Предпринимательство. Со всеми счетами. А. У нас. На территории. Республики Була. То есть. Вот. Этот. Вопрос. По. Перечислению. Он. Снимается. Тем. Что. Дмитрий. Он. Создавал. И. П. Изначально. Потому. Что. Дима. Специализируется. Именно. На. Создании. Сайтов. Вот. И. Тема. Это. У нас. Была. Актуальна. Но. Она. Была. Продумана. Еще. Заранее. То есть. Мы. Не. Открываем. Каждый. А. Нам. Достаточно. Одного. Счета. То есть. Я. Допустим. Вот. По. Мясу. Там. Бобровая. Хата. По. Цветам. Тоже. Пересылали. Почтой. Там. Переводами. Этими. Близко. Там. Мигом. Прочее. Потом. Людям. Стало. Удобнее. Тем более. Не. Все. Понимают. Что. Наши. Кредиты. Которые. Мы. Клиенту. Это. Наши. Заработанные. Деньги. И. Под. Налоговое. Законодательство. Не знаю. Как. В. Российской. Федерации. Допустим. Сейчас. Но. Я. Думаю. Где-то. Будет. Все. Одинаково. То есть. Сделайте. Точно. Так же. Как я. Зайдите. В. Налоговую. Инспекцию. Там. Где. Живете. И. Спроси. Мы. Заработали. Нет. Кредит. Наш. Это. Наш. Заработан. Да. То есть. Это. Наши. Заработанные. Деньги. Точно. Так же. Рубль. Доллар. Как. Угодно. Назови. Эту. Резаную. Бумагу. Которую. Даем. Магазине. На. Расчет. Кредит. Это. Наши. Заработанные. Деньги. То есть. Вы. Эти. Кредит. Можете. Продать. За любую. Цену. Компания. Наша. Ацесс. Маркетинг. Чем. Она. Хороша. И. В чем ее преимущество. Это. Легальная. Компания. Все это знают. Так. Вот. Компания. За тот. Товарооборот. Который. Получается. Доход. А. Доход. От. Кредит. У нас. идет. Точно так же. Пусть он пока небольшой. Товарооборот. Чтобы. В чатах. Там. Пишут. И это самое. 6. Трицент. Да. Поднимется. Скоро. Так вот. Это. Наши. Деньги. Компания. С учетом. Товарооборота. И. Заработка. Платит. Налоги. А. Вы. свои. Деньги. Человеку. Просто. Одолживаете. Согласно. Устного. Договора. Договора. Или. Вот. Такого. Договора. Файла. Отчета. У нас. Отчетность. Нам. Можно сделать. В кабинете. Да. Вот. Тут. Понятно. Все. Вот. Почему. Открыл. Сайт. Я сделаю отдельный видеоролик. Как делать отчетность. Да. Можно сделать. Ну вот здесь видно допустим. Бюджет. Вот у меня. Мясо оптом допустим. Да. Бюджет. 600 кредитов. Дневной лимит. Ставка. Все. Пожалуйста. Вот я поставил 600. Я свой кредит оценил в 25 центов. Мне люди заплатили. Я поставил. Сначала. То есть. На рассмотрение. Вот. Кстати говоря. Как выглядит это все. Деньги. Берутся. С клиента. То есть. Сергей. На твой вопрос. Да. Как это ставить. И как брать деньги. Я всегда говорю. Так ребята. Давайте. Вот. Я беру ваш домен. Я размещаю ваш сайт у себя на платформе. Ваш сайт будет рассмотрен некоторое время. Один. Два дня. Может быть больше. В зависимости от загруженности. Как только ваш сайт одобрен будет вот так вот зелененьким загорится. Угу. Я его останавливаю. И пошла проплата. На тот бюджет. Который вы рассчитываете. Тысячу кредитов. Две тысячи кредитов. Сколько угодно. Но. Более тысячи кредитов. На сайт. Давать в месяц. Не нужно. Это одна из сырок еще нашего ротатора. Что вполне достаточно. Вполне достаточно. Это опытом уже. Тысячи кредитов. Да. Да. Но. Вот такими вот. Дергать надо. Больше. Меньше. Больше. Уживание. Вот. Вот. Что о чем я и говорил. Вот у меня. Сайт я поставил на ротатор. Он одобрен. 23 числа. Прошло 4 кредита. Я его остановил. 24-го прошло 2 кредита. Я остановил. Потом дал 12. Потом дал 16. Сайт пошел на набор. Вот. 16 до 20. Сброс. Подъем. Подъем. Сброс. Сброс. Тем самым. Экономите кредиты и расходуете их. Человек видит, что вы не вытягиваете с него деньги. Якобы я вот тебе дал вот столько-то. А человек видит, что при этой работе, экономичной, сайт попадает уже, был в ноу ранг. Стал в 16 миллионов. 1 октября. Кстати, вот этот момент упустили немножко. Смотрите. 23-го, 9-го, 14-го. Сайт поставлен на рассмотрение. Я скрины делал и в один файл. Я вижу, да? Да, да, да. Это скриншоты. Я вот разместил сайт. Я делаю просто. Открываю, допустим, вот. Ну, я вижу. Да, да. И все. Сюда первоначальные вот эти все скрины. Да. Все. Вот размещение. И помечаю обязательно. 23-го, 9-го, 14-го. Размещен на платформе Ацент. Ну, это отчетность. Мало ли ему надо. Да, да, да. Чтобы не было это самое. Да. И даю, допустим, бюджет 625. Все. Идем дальше. Вот. Мясо оптом. Сайт одобрен. И уже пошел на... Тут уже вот видно. Показывал 33, 64 процента. И график. По дням. 23-го, 24-го, 25-го, 26-го. Сайт одобрен. Пошел на набор трафика. Также верхним скрином вы показываете, что здесь ноуранг. По Алекса согласна. Как отсечка. Здесь вот у меня даже было прописано 20-го сентября, 14-го, проплачено 500 кредитов просмотров. Вот. Также здесь вы пишете мясо, вот контакт, кто там администратор там и прочее. Чтобы вы там все видели. И видел ваш клиент. Все. Идем дальше. 23-го вы начали. Сайт одобрен. Вы показываете понедельно. Пошел набор трафика. Вот. Уже вот с 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го и 30-го включительно. Ну да. И потом, уже 1-го октября, буквально через неделю, сайт в 16-ти миллионах. Угу. И кстати говоря, этот сайт поставлен, он еще в недоработке был. Только вот проплатили домены, сразу поставлен. Это Дима Москаленко делал этот сайт. Это был заказом уже директором Бобровой хаты. Сайт, когда он увидел, что да, наши возможности. Люди заказали сайт. Вот Дмитрий сделал, что правильно оптимизированный сайт. И сразу же видно, как он продвигается. И вот смотрим дальше. 23-го запомнили. 1-го октября 16 миллионов. 4-го октября 9 миллионов. 6-го октября 6 миллионов. Быстро, быстро двигается. Ну, миллионные. И вот, пожалуйста. Там быстро. И вот, пожалуйста, мясо оптом с доставкой по Республике Беларусь. Раз, два, три. Да, вот он стоит уже. По запросу из Гомеля, первая страница, третье место от контекстной рекламы. И это уже результат на 6-ое октября. Быстро. От создания сайта и до выдачи в топ. Да, низкочастотный запрос или какой-то средний запрос, среднечастотный мясо оптом с доставкой, можно проверить. Но результат налицо. Да. За срок, ну, скажем, полторы или две недели, да? С 23-го. Ну, да. 15-16 дней. Очень быстро, да. Да. Вот это результат нашего работы именно, когда человек понимает и работает команда. Т.е. Т.е. Дима создал правильно оптимизированный сайт. И вот уже, опять-таки, мясо оптом под запрос уже более высокочастотный мясо оптом. Сайт по запросу мясо оптом, третья страница, вторая строка. Это 22-ое место на 6-ое октября. Ага. Люди, когда это видят, они просто, ну, я не знаю. Тут выдача сама за себя говорит. Почистил куки, выдача 6-го октября в 22-50. Первая страница и девятое место. Супер. Хотя куки были нечищены, было это. Вот опять, с 6-го октября, с 23-го сентября. И так далее. И потом уже показываете. Четвертое место. Т.е. 4 миллиона, 3 миллиона десятого. Вот. 14-го, 3-460, 3-107, 15-го. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Уже 2 миллиона. И, по-моему, я, не помню, там. Вот. 939 тысяч. То, что мы и говорили. Когда на первых позициях сайта с полутора миллионами рейтинга. Все. Как только мы переступили миллион вниз, или на высоту, уже вот по Белоруссии трехтысячное место. То есть, когда люди это видят, они уже, вот, 800 тысяч пошли. Да, уже пошло. Пошел в этих полу Белоруссии, конечно. Да. И вот то же самое. Еженедельно или там периодически уже я показывал расход бюджета. То есть, как видите, работа ведется постоянно. Еженедельно. Здесь как раз видно. Заходишь на ротатор. Да. Заходишь на ротатор. Остановил или запустил. И это должно быть. Вот такими колебаниями делают. Тоже даже остановка сайта очень хорошо сделать иногда. Вот. Что режим экономии и проверка сайта упал по запросу оптом на вторую страницу. Значит, еще пока вот он не набрал устойчивого трафика, и пока еще падает, скажем так. Но дальше подальше он все умеет больше и больше. Да, да. Падает трафик. Еще неустойчиво на него идет клиент, посетитель не идет. Когда уже на сайт идет там 5-7 посетителей со стороны, когда уже он привелькается в глазах, и у него ценники хорошие, конкурентные, тогда он уже, ну тоже вот каждое падение, все, я тут отмечаю, это уже для всех, что, ну будет понятно. Потому что, вот у меня была остановка полная. Мы с администратором договорились, говорю, давай попробуем, вот остановим. Вот даже был один только просмотр, я даже скриншот снял так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней, неделю. Да, неделю я дал, вот, потом 36 уже, 26. Но я не снимал тут скриншот, но я помню, что сайт упал, по-моему, на, там, четвертую с первой. И уже потом вот поднимаем посещаемость, я вот уже поднял 24, там, 28, и уже тут написал. Так, время полутора недель остановки, сайт ушел с первой страницы. На данное время уже вернулся. То есть, что мы это показываем, мы тем самым показываем клиенту, что… Что есть деятельность. Да, что мы нужны пока, именно сайту. Вот, ну, клиента, скажем так, держать мы можем только результатом. И если сайт стоит долгое время в топе, и на него вам говорят, что, о, что толку, что мы вам платим, мы в топе, а к нам люди не идут. А вы им просто скажите, а вы, говорит, посмотрите, кто под вами, и сравните ваши цены и их цены. Как правило, результат налицо. Там уже как-то. Да, тот, кто в топе, которого мы держим, у него ценник чуть ли там не в половину дороже, чем у того, кто на пятой или на третьей, там, на второй или на третьей странице. Там уже содержимое сайта влияет. Да, в таком случае, если владелец сайта и ему нецелесообразно держать уже сайт, платить за продвижение, как правило, он уже на некоторое время остановится. Если он не может, допустим, опустить ценовую планку ниже конкурентов по тем или другим причинам, по закупкам там своим или еще что-нибудь, тогда, конечно, такой клиент на некоторое время уйдет. Но, как показала практика, что вот продающие сайты именно по хорошим конкурентным темам, цветам, допустим, там, вот, агроусадьбы у нас, ну, агроусадьбы еще не все они понимают, потому что тут конкуренцию создать пока один не могу, вот, да и понимания пока нет у них. Но нужно искать именно тех, кто понимает, что такое раскрутка и что такое продвижение конкретно. Вот, поэтому те критерии, которые я первоначально говорил, используйте этот ролик, изучите. Ну, а подальше по вопросам мы уже вот так вот с Сергеем будем собираться. Просто, единственное, задавайте конкретные вопросы, где у вас какие трудности, чтобы мы одно и то же по 10 раз не записывали и не повторяли. И по конкретным желательным темам. А в дальнейшем, может, даже и соберем вебинар и проведем. Да, может быть, и вебинар запишем. Да, комната есть, все можно сделать. Да. Так, ну и все. Игорь, для начала, я думаю, хватит на час времени нашим партнерам поизучать. Ну да, я думал, что достаточно. Да, то есть там даже... Будут еще ролики, уже более такие углубленные, целевые. Вот эти слайды, которые ты мне передал, я их озвучу. Вот, это отдельные видеоролики будут. И, конечно, отдельно покажу, где оформлять в кабинете наших клиентов. И как их оформлять. То есть на неделе, я думаю, все сделаю. Успеем. Ну тут это самое, Сереж. Ты уже остановил запись? Так, сейчас останавливаю. Ну, так, значит, друзья, с вами были Сергей Чураков и Игорь Чаешов. Гомель, Беларусь. Все, всем... Ацесс, планета Ацесс. Ацесс. Всем пока-пока. Вот, следите за новостями. И задавайте вопросы обязательно. Обязательно задавайте вопросы, конечно.